Украина всегда была, есть и будет неотъемлемой частью русского мира. Это очевидно для всех, кто знает историю, кто знает культуру, прежде всего украинскую культуру и украинскую историю, кто знает основы нашей общей тысячелетней жизни. И в течение веков это единство России и Украины подвергалось испытаниям извне. На следующей неделе мы будем отмечать, отмечать, к сожалению, вспоминать с трагедией, со слезами на глазах. Первый акт геноцида, учненный против русских на Украине, это русинская трагедия, когда такие же нацисты только сто лет назад, в период Первой мировой войны, под руководством австрийских военных, совершали массовые репрессии в Карпатской Руси. И до этого, и после этого, всегда внешние враги русского мира пытались использовать украинский нацизм для его ослабления, разрушения, и, к сожалению, иногда им это удавалось. Нынешняя версия украинского нацизма долго лелеялась, выращивалась Соединенными Штатами еще в период Советского Союза, когда сотни тысяч гитлеровских коллаборационистов вынуждены были бежать с территории Советского Союза после освобождения, и американские власти, и Канада предоставили им убежище, дали возможность дальше развивать свои нацистские взгляды, и Соединенные Штаты хорошо подготовили эту нацистскую колонну, которые десантировали на Украину сразу же после распада Советского Союза. И, собственно, все события последнего года убедительно показывают, что американское посольство изначально было центром подготовки и формирования нацистских боевиков, когда зам госсекретаря США отчитывалось в Конгрессе о том, что потрачено было 5 миллиардов долларов на демократические институты на Украине, на самом деле эти деньги в основном были потрачены на нацистских боевиков, на организации, которые формировали идеологию современного нациста на Украине, на подготовку боевиков в лагерях, на обучение, и те методики, которые использовались в период Евромайдана, в период госпереворота, и по настоящий день используются украинскими нацистами, по их семантическому анализу, по анализу текстов, можно легко видеть их авторов, которые находятся в Вашингтоне. Почему американцы это делают? Если для Европейского Союза, вообще для Европы, для Украины и для России происходящая на Донбассе сегодня, это чудовищная трагедия, в которой гибнут тысячи людей, то для американцев это очередная хорошая война. Американские политологи, замечу, до сих пор в своих текстах, учебниках, называют Вторую мировую войну, которая унесла 50 миллионов жизней, хорошей войной. Для США это была хорошая война, которая обеспечила Америке мировое лидерство. Также для них была хорошая Первая мировая война, вследствие которой Америка стала сверхдержавой. Для Америки всегда войны в Европе, это приток капитала, умов, это ослабление своих конкурентов и это экономический успех, экономический подъем. Поэтому американские политологи не боятся войны в Европе. Они не боятся здесь жертв, они не боятся разрушений. И организация войны в Европе всегда для Соединенных Штатов была прибыльным делом. И уже сейчас, можно сказать, по их действиям на Украине, они свои военные расходы окупили. Мы не можем понять, где украинский золотой запас, где культурные ценности. Есть сведения о том, что они вывезены в Вашингтон. Предрешена судьба транспортной системы, которая обещана американцам. Месторождение сланцевого газа, которое находится как раз на Донбассе, откуда изгоняется сегодня население. То есть американский бизнес уже практически свои расходы окупил. И не считаясь ни с какими человеческими жертвами, спецслужбы США продолжают поддерживать эскалацию конфликта.